Масштабный проект киноуроки в школах России набирает обороты. В эти дни в Чебоксарах идут съемки очередной картины. Параллельно состоялся показ уже готового фильма из этого цикла. Я составил план на 20 лет. Здесь все подробно расписано. Чтобы стать космонавтом, знаете, сколько надо уметь? И сколько? Эдик, Ростислав и Алена хотят стать космонавтами. Правда, в погоне за мечтой совершают серьезный проступок. Только осознание ошибки и поддержка близких могут помочь исправить ситуацию. Этот фильм уникален тем, что там снимался летчик-космонавт Токарев Валерий Иванович, герой России, и Тамара Дмитриевна Филатова, это племянница Гагарина. Очень хочется вернуть желание быть космонавтами нашим детям, потому что сегодня космонавтика не просто развивается, но мы понимаем, что в этом будущее. Фильм создавался в Санкт-Петербурге. В нем, как и во всех кинолентах проекта, снялись не профессиональные актеры, а школьники. Мне очень понравился фильм. Я думаю, что сниматься в фильме очень сложно. Они очень хорошо сыграли, как будто настоящие актеры. Прямо как будто все в настоящее происходит. Всего в коллекции будет 99 фильмов, снятых в разных регионах страны. Республика тоже стала частью проекта. Здесь снимают киноленту под названием «Три солнца». В главной роли ученик столичной школы номер 59 Всеволод Ларин. Чтобы фильм удался, принято разбивать тарелку. Фильм «Три солнца». Расходим все подальше. Сюжет носит вот такое ключевое сообщение. Это уважение. То есть фильм будет снят на тему уважения. Сценарий очень интересный, волнительный, эмоциональный. И он настолько близок к чувашскому народу. Я очень рада, что там будут как раз этнические мотивы, будет национальная культура, будет взаимоотношения взрослых, детей. Съемки будут проходить по всей Чувашии. Ольга Семенова, Юрий Марков, Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.